Столица Заполярья уже чувствует приближение морозов. Белые дороги, деревья в серебре и северное сияние в небе. Но у некоторых мурмачан все не так поэтично. Зимний период у многих жителей ассоциируется с постоянными коммунальными бедами. Особенно мороз бьет по деревяшкам на жилстрое. Валентина Чукмарова прожила в доме на улице Зеленой без малого 40 лет и за это время не помнит ни одного капитального ремонта. Дом постройки 1937 года не признан аварийным. Переходит из рук в руки от одной управляющей компании к другой. Жильцы уже даже привыкли к отсутствию дворников и горячей воды. Люди убираются сами, а мыться ходят в третью баню. Но неожиданно появилась новая напасть. Холодный фонтан из поврежденной трубы, идущий по фасаду дома. Управляющая компания, мы на нее, во-первых, дозвониться не могли. Я сегодня сама лично ездила. Я написала заявление сегодняшним часом. Они сказали, что это дело водоканала. Водоканал я вчера звонила. Они сказали, что это дело управляющей компанией, потому что здесь розлив, стоит он выше полтора метра от земли. И это все должна делать управляющая компания. Водоканал сказал, что управляющая компания должна все это делать. Соседи Валентины Николаевны рассказывают, накануне приезжали два молодых человека из неизвестной организации и попытались хоть что-то исправить. Результат очевиден. Скоро ударят реальные морозы, и тогда этот потоп превратится в глыбу льда. Труба может элементарно лопнуть. Тогда люди останутся еще и без воды. Вызывали аварийную, вызывали, 0,51 сказали, написали, ждите, приедут. Вот до сих пор ждем. Третью неделю уже. Все льется. Это все под дом. Дом и так у нас весь рушится. И изнутри, и теперь еще. Куда обратиться жителям многострадальной деревяшки, люди уже не знают. Водоканал футболит их к жилу эксплуатации, те обратно. Народных избранников тут давно не видели, а у самих сил все исправлять уже нет. Осталось только одно. Под звукой ледяного водопада из прорванной трубы жители готовят заявление в администрацию муниципалитета. Муниципалитета.